В Казахстане появится третья форма управления многоквартирными жилыми домами. Об этом сообщает водитель ЖКХ города Уральск. Помимо ОСИ и простых товариществ, у владельцев многоквартирных жилых домов появится возможность наладить непосредственное совместное управление. О том, что это означает и кто может воспользоваться новой формой, расскажут наши корреспонденты. Срок перехода управления многоквартирными жилыми домами с КСК на ОСИ и простые товарищества в прошлом году был перенесен на 1 июля текущего года. На сегодняшний день в Уральске собственники жилья в более чем 120 домах выбрали форму управления ОСИ. Из выше 500 домов предпочли простые товарищества. В чем отличие этих двух форм управления, напомнил представитель Центра ОСИ. Если говорить коротко, объединение собственных имущества – это юридическое лицо, оно регистрируется в департаменте юстиции, подаются документы через ЦОН, а простое товарищество – это не юридическое лицо. Проводится собрание, то есть также голосование, но регистрируется только в реестре при ЖКХ и выдается справка. 15 марта текущего года в закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики по вопросам ЖКХ были внесены поправки. Согласно изменениям вводятся новые формы управления многоквартирными домами, непосредственное совместное управление. Эта форма управления подходит для домов, где насчитывается не более 16 квартир. Их собственники должны заключить договор с отдельной управляющей компанией. Мы, например, по городу Уральска знаем, есть двухэтажные, трехэтажные дома, где проживает 6 квартир, 5 квартир, 10, 12, 15 квартир. Для этих домов определена непосредственно совместное управление. Это люди собираются, они нигде не регистрируются, просто вместе проводят собрание и выбирают какую-то управляющую компанию. Эту управляющую компанию в этом районе может несколько домов таких обслуживать, с ними вместе все подписывают договоры. При этом тариф, по которому собственники жилья будут оплачивать представителям управляющих компаний, в первую очередь зависит от работы, которую необходимо провести в том или ином доме. Если собственники жилья не примут ни одну из форм управления до 1 июля текущего года, дом может остаться бесхозным, так как существующие по сей день КСК будут ликвидированы.